МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Видя современную Турцию, которая день от дня становится сильнее и занимает достойное место в ряду самых передовых государств. Мы всегда были рядом, вместе переживали и радость, и горе. Азербайджанский народ никогда не забудет однозначную политическую поддержку и решительную позицию Раджепа Таипа Эрдогана и турецкого общества во время и после Отечественной войны. Тему мы продолжим с гостем программы на связи со студией военный эксперт Шаир Рамалданов. Шаир Рамалданов, здравствуйте. Здравствуйте. Шаир Рамалданов, темпы развития за последние 20 лет братской Турции, являющейся наследием Ататюрка, ее грандиозные достижения во всех сферах, конечно же, нас всех впечатляют. Как удалось, благодаря каким факторам обеспечить успехи и высокий авторитет Турции в современном мире? Спасибо за приглашение. Пользуюсь вашим приглашением, я хочу поздравить весь турецкий народ, а в принципе все турецкие народы. В принципе, я должен сказать, что от этого столетия, я думаю, что все турецкие народы имеют свое, как говорится, историческое место. Что касается в отношении развития Турции, да, на сегодняшний день Турция может быть примером развития. И я должен сказать, что главное это турецкое общество, главное это турецкий народ. И турецкое общество, оно сплачивается вокруг лидера и дает лидеру управлять этим обществом. И получается, что, как говорится, дополняя, может быть, друг друга, потому что мы знаем, что Таеб Эрдован все время прислушивается к голосу народу, к интересам народа, своего общества и развивает их. С другой стороны, я должен сказать, что Турция, то есть интересы Турции, то есть для первого лица Турции главное это интересы Турции. Но я должен подчеркнуть, что интересы Турции, они абсолютно не за счет интересов каких-то других стран или других обществ или других народов. На сегодняшний день, если взять, Турция это самое миролюбивое, как говорится, государство, самое миролюбивое общество. Посмотрите на фоне геополитических процессов, которые идет на Украине, какое место занимает Турция. Она занимает место примирительное. До другой стороны, даже на Ближнем Востоке тоже позицию Турции, она взвешенная. Я должен сказать, что в нашем регионе Турция является гарантом, можно сказать, выступает гарантом безопасности в этом регионе. Для того, чтобы этот регион процветал, для того, чтобы в этом регионе восстановилась инфраструктура. Чтобы в этом регионе заработали те мегапроекты, которые уже спланированы. И она окружает, как говорится, объединяет, можно сказать, большие страны. На сегодняшний день пример Азербайджана, то есть братство Азербайджана Турции, она привлекает и может быть даже притягивает туркоязычные государства. Мы являемся в этом примером мы. И я должен сказать, что весь этот процесс, который идет, она делает Турцию еще сильнее, еще мощнее, еще надежнее. А два брата, как всегда, не чаят души друг друга, еще раз поздравляют турецкий народ. Шармельм, спасибо большое. Конечно, мы одна нация, два государства. В Баку прошел ряд торжественных мероприятий по случаю празднования столетия Турецкой Республики. В центре Гейдара Алиева проходит мероприятие. Там собрались дипломаты, общественность, депутаты. Обращение президента к участникам мероприятия зачитала председатель парламента Сахива Гафарова. Было показано видеообращение президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Как вкратце можно сегодня охарактеризовать совместные успехи Баку и Анкары, в том числе и в военном плане? Вы знаете, я должен сказать, что можно назвать ее, может быть, созидательным объединением. Объединением, опять-таки, два братских народа, то есть единый народ, два государства. Они имеют, как говорится, в этом регионе, благодаря им сегодня в этом регионе мир, будем говорить так. Благодаря им сегодня строятся проекты, мегапроекты в этом регионе. Благодаря их, как говорится, сотрудничеству, можно сказать, что два государства развиваются. И с другой стороны, этот союз между Азербайджаном и Турцией, он еще раз показывает, что можно союзничать, можно, как говорится, иметь Шушинскую декларацию, можно друг друга защищать, но при этом защищать от посягательств посторонних сил. И я должен сказать, что если коротко, еще короче как-то сказать, потому что это все настолько обширно, настолько широко, но мне кажется, короче, чем и точнее, чем сказал общенациональный лидер Гейдар Алиевич, мы единый народ, два государства. И коль мы сегодня празднуем столетие, как говорится, Турции, я должен привести слова Ататюрка, где он сказал, что горечь Азербайджана – это наша горечь, радость Азербайджана – это наша радость. Я думаю, что эти два лидера исторических, они положили основу, и этим принципом сегодня наши народы и наше государство верно дополняют и развиваются вместе. Шаирмальм, спасибо большое за то, что приняли участие в итогах недели. Я благодарю вас. Вам спасибо. Спасибо. Напомню, 29 октября 1923 года Мустафа Кемаль Ататюрк основал Турецкую республику, в честь чего был учрежден национальный праздник этой страны. Об успехах братского государства мы говорили с военным экспертом Шаиром Ромалдановым. Кстати, об успехах. Важное событие произошло на этой неделе в Азербайджане. Мы открыли крупнейшую солнечную электростанцию в Каспийском регионе и СНГ при участии президента Азербайджана и министров правительства Объединенных Арабских Эмиратов. Ильхам Алиев отметил, что будущее страны за зеленой энергетикой. Данный переход будет полномасштабной революцией в энергетическом развитии всего региона. Проект городзактской солнечной электростанции реализован совместно с компанией Маздар из Объединенных Арабских Эмиратов. Еще две такие же электростанции построят в Невчалинском и Белесуварском районах. «Наша программа по возобновляемой энергетике не ограничивается лишь солнечными или ветровыми электростанциями. Мы активно развиваем наш гидроэнергетический потенциал на освобожденных три года назад территориях Карабаха и Восточного Зангизура. Мы уже ввели в эксплуатацию гидроэлектростанции мощностью 170 мегаватт. К концу следующего года их мощность достигнет уже 270 мегаватт, а в течение двух-трех лет – 500 мегаватт, что станет еще одним важным вкладом в дело перехода к зеленой энергетике. И вообще Карабах, Восточный Зангизур и Нахчеван уже объявляются зоной зеленой энергии». Глава государства также отметил, что сегодня наша страна поставляет электроэнергию на международные рынки. И в этой связи есть планы. Исходя из этого, нужно напомнить – Азербайджану Европа не нужна. Наоборот, это ЕС зависит от нас, потому что именно мы среди основных поставщиков энергетической безопасности Европы. Это к тому, что Запад сегодня почему-то позволяет себе безосновательное обвинение в адрес Баку. Сегодня, когда в регионе Южного Кавказа новая геополитическая реальность, всем причастным и непричастным придется ее принять. Создал ее Азербайджан, освободив свои земли от оккупации Армении и восстановив свой суверенитет. Обсудим актуальные вопросы по Карабаху с нашим гостем Ильгаром Велизаде, политологом, доктором философии по экономике. Ильгар Мяалем, здравствуйте. Здравствуйте, Мехареван. Итак, после восстановления суверенитета Баку и Ереван, так скажем, не общались. И вот первые переговоры прошли в Тегеране. Площадка, так скажем, для встречи была неожиданная. Но именно там проходило второе заседание платформы 3 плюс 3 с участием министров иностранных дел пяти стран. Грузия участие не приняла. И хотелось бы, чтобы вы прокомментировали итоги этой встречи, а также прошедшее мероприятие в Грузии, где выступал Никол Пашинян, представив свой проект «Перекресток мира». Мы помним, да, раньше этот проект он называл «Армянским перекрестком», а теперь просто сменил название. На что рассчитывает Никол Пашинян своим проектом, учитывая, что Армения ни разу, по-моему, не финансировала никакие проекты в регионе? На какие средства? Пожалуйста. В мире вам вы задаете такие вопросы, на которых ответ у всех есть, по большому счету. Но давайте попробуем разобраться вообще в причинах такого выступления Никола Пашиняна. Ну, конечно, прежде всего нужно отметить эту самую платформу 3 плюс 3, ее встречу в Тегеране. Дело в том, что это вторая встреча в рамках этой платформы, но первая встреча министров иностранных дел трех государств плюс два государства Южного Кавказа, три вне региональных и два государства Южного Кавказа. И эта платформа, по крайней мере, эта встреча подтвердила, что эта платформа больше всего заточена на решении экономических вопросов, на решение вопросов, связанных с функционированием, скажем, экономической системы, а также транспортной системы вот этих государств. Это очень важно, потому что сегодня вопросы, связанные с логистикой, вопросы, связанные с экономикой, приобретают особую актуальность в свете тех процессов, которые в мире происходят. Это, прежде всего, санкционное давление, как минимум, на двух из трех участников этой платформы есть. Кроме того, мы знаем, что сегодня происходит переориентация транспортных потоков в регионе, в Большой Евразии, и срединый коридор приобретает особую актуальность, север-юг маршрут приобретает особую актуальность, и здесь есть даже элементы сопряжения этих маршрутов в нашем регионе, в Азербайджане. Азербайджан – это единственная сторона, где эти два маршрута серьезно сопрягаются, и сегодня стороны предметно обсуждают о том, как реализовывать эти транспортные маршруты, с тем, чтобы обеспечить свои национальные интересы, ну и, естественно, в условиях прогнозируемой политики. Вот это основной лейтмотив встречи в формате 3 плюс 3, или, вернее, 3 плюс 3 минус 1, потому что Грузии не участвуют. И вот плавно мы переходим к вопросам, связанным с инициативой Пашиняна, если быть более конкретным, то к теме встречи в Тбилиси, конференции в Тбилиси. Это очень важная конференция, которая перекликается в какой-то степени с теми вопросами, которые обсуждались на платформе 3 плюс 3. Там Грузии не было, но здесь Грузия хозяйка этого мероприятия была, и впервые премьер-министры всех трех стран Южного Кавказа собрались в одном месте. Это вот можно даже считать прообразом трехстороннего южнокавказского формата, о котором мы часто говорим и предлагаем. Правда, мы предлагаем его на высшем уровне, то есть с участием лидеров трех государств. Но в данном случае два премьер-министра Армении и Грузии являются руководителями, по сути, этих стран. Премьер-министр Азербайджана отвечает за экономический блок. И вот в рамках этой встречи, встреча, которая произошла в Тбилиси, были конкретно обсуждены вопросы экономического взаимодействия. И вот на этом фоне Пашинян выступил с инициативой «Мирный перекресток». Я уже, честно говоря, путаюсь в названиях. «Перекресток мира», «Мирный перекресток». До этого это был, на самом деле, Армянский перекресток. Армянский перекресток просуществовал два года. Ну, в риторике это все, конечно. На практике никаких ни «Мирного перекрестка» нет, ни «Армянского перекрестка» нет. Как там ситуация была в таком плачевном состоянии, так она находится сейчас. Никакие коммуникации не разблокируются. Конечно, риторикой, риторикой, жонглировать словами мы тоже можем. Какие-то интересные, скажем, предложения можно выдвигать. Кстати говоря, вот на этом мероприятии мне больше всего понравилась карта, которую представил Пашидан. С соблюдением нашей территориальной целостности. Да, территориальной целостности Азербайджана. И во всем том, что он говорил, единственная практическая вещь – это карта, которая показалась территориальной целостности Азербайджана. Что касается реальных процессов, мы видим, что реальные процессы на территории Армении, по крайней мере, не идут. Они идут везде, вокруг Армении. На самом деле, сегодня мы прокладываем иранский маршрут Зангизурского коридора. Сегодня осуществляется процесс модернизации железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс. Строятся дороги из Турции в сторону Нахчеванской автономной республики Азербайджана. Но вот эти все процессы мы сегодня наблюдаем. Все эти процессы, на самом деле, происходят вокруг Армении. Но почему-то премьер-министр Пашинян решил, что перекрестком должна стать Армения. Я не знаю, почему он так решил. Игорь, а кто финансировать все-таки будет? Вы говорите, ответы у всех есть. На кого так рассчитывает Армения? Она даже строительство небольшой дороги, по-моему, не способна оплатить. Да, вы знаете, я не знаю, на рассчитывать, наверное, пиар рассчитывает. На такие громкие заявления. Ну, эти заявления, они призваны привлечь внимание, наверное, каких-то внешних спонсоров, международной общественности. Может показать, хочет, что он готов к конструктивным разговорам. Вы знаете, Игорь Михайлович, три года прошло со времени подписания трехстороннего заявления, со временем окончания войны в регионе. За эти три года они могли бы предложить конкретные, выступить с конкретными предложениями. Мы неоднократно с конкретными предложениями бы выступали. Есть конкретные схемы, есть конкретные проекты, в частности, Зангизурский транспортный коридор. Ну, они три года говорили о том, что мы не готовы рассматривать вопросов коридорной логики. Что такое коридорная логика, они нам не объяснили. Почему-то мы можем проводить на территории азербайджана коридоры международные, восток-запад, север-юг. Никто не говорит о том, что эти коридоры кто-то будет захватывать. А вот армянская сторона почему-то все время, к сожалению, оперирует такими несостоятельными вещами. И к большому сожалению, вот вы говорили о том, что некоторые западные страны подыгрывают Армении. Это вообще безобразие. Почему? Потому что западные страны сегодня озвучивают вот эти армянские нарративы, некоторые западные страны, некоторые их политики озвучивают эти армянские несостоятельные нарративы. В частности, они говорят о том, что якобы у Азербайджана есть какие-то планы по захвату Зангизура, по захвату, как они говорят, Суникской области. Но никаких таких планов нет. Мы неоднократно об этом говорили. Но вот, к сожалению, пока они играют в эту политическую риторику, мы занимаемся практическими делами, строим коммуникации, строим дороги. И я думаю, что через определенное время, когда вся эта инфраструктура будет готова, Армения останется опять не у дел. И поэтому, чтобы, видимо, показать, что они тоже хотят как-то к этому быть причастными, они рисуют карты, говорят о мирном перекрестке. Вот примерно смысл этого выступления в этом вижу. Просто они видят, что они опаздывают. Как раз вы затронули тему Запада. Франция уже подтвердила решительную военную поддержку Армении. Что ж ей так, не знаю, она никак не может смириться с тем, что у нас в регионе уже установлен мир, проблема завершена, Азербайджан решил ее самостоятельно. Франция как посредник, сопредседатель Минской группы ОБСЕ себя абсолютно никак не показала, ну, кроме своей необъективной позиции. Почему так не имется, так скажем, Франции? Почему не дает покоя регион Южного Кавказа? Мне кажется, что Армения в данном случае это последнее, что интересует Францию. Францию больше всего интересует ее позиции в Юго-Западной Азии, в Большом Ближнем Востоке. Армения выступает как плацдарм, один из плацдармов французского возможного присутствия в этом большом регионе. Мы видим, что какие процессы, очень сложные процессы происходят на Ближнем Востоке, вот в этой географии. Но фактически мы можем говорить о том, что в целом ряде случаев идет трансформация региональной системы безопасности, и крупные игроки пытаются здесь зафиксировать свою роль. Но Франция пытается эту роль зафиксировать вот таким деструктивным образом. Вместо того, чтобы подключиться к реализации таких важных инфраструктурных проектов, каким-то образом помочь Армении, вот вы говорите, вместо того, чтобы оружие ей посылать, деньги выделили, может быть, построили бы какие-то участки, дороги, которые связывали бы Армению. На перекресток мира лучше бы деньги выделили. Да, им на это деньги потратили бы. Но вы видите, это их меньше всего интересует. Их меньше всего интересует армянский народ, его интересы, их, значит, скажем, связанность, региональная связанность. Их интересуют собственные политические амбиции. Конечно, Франция в идеале хотела бы иметь вообще здесь свою базу, военную базу, военное присутствие обеспечить. Францию выгнали фактически, из Сирии выгнали, из Ливана выгнали в свое время. Они пытались и там закрепиться, но у них там это не получилось. И вот они теперь ищут, где бы зацепиться, где бы, скажем, свое присутствие обеспечить. То есть главной причиной, и мне кажется, что выступает не столько даже Азербайджан, насколько Турция, потому что некоторые стратеги полагают, что здесь можно в нашем регионе создать некие какие-то треугольники, многоугольники против Турции. Да, понятно. Ильгар, у меня как раз сразу следующий вопрос. О позиции Европейского Союза, что вы думаете? Тоже вот эти безосновательные обвинения в наш адрес никак не прекращаются. Ну, Европейский Союз тоже неоднороден. Есть там государства, которые выступают за сотрудничество с Азербайджаном, у них совершенно другие интересы. А некоторые политические круги, которые возомнили, что они могут представлять интересы всего Европейского Союза, да, с такими необоснованными требованиями выступают. Это, кстати, вызывает большое раздражение у тех членов Евросоюза, которые поддерживают с нами очень хорошие дружеские отношения, которые развивают с нами экономические проекты. Когда мы развиваем экономические проекты с Румынией, Болгарией, Венгрией, со Словакией, с рядом других государств Европейского Союза и кандидатов на членство в Европейский Союз, выступают некоторые политики, которые говорят, что надо прекратить сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере. Как это воспринимается, может, в Болгарии, которая получает азербайджанский газ? Как это воспринимается в Италии, которая получает азербайджанский газ? Как это воспринимается компаниями, крупными европейскими компаниями, которые представлены в Азербайджане и не только в нефтегазовой сфере, но сегодня они проводят большие работы в Карабахе, в Восточном Зангизуре, есть компании из Бенгрии, из других государств, которые, ну скажем, даже целые селения строят. Ну как можно к этому отнестись? Потому что эти политики занимаются политиканством, их тоже не интересует интересы Евросоюза как такового, их не интересует энергетическая безопасность Европейского Союза, их интересуют узкокорыстные политические интересы. Видимо, они рассчитывают, что через эту риторику в следующем году состоятся выборы в Европарламент, это ключевое политическое событие в жизни Евросоюза, они пытаются, видимо, заигрывать с какими-то лоббистскими структурами, какими-то проармянскими группами, ну вот таким образом они себе выговаривают или пытаются выговорить место в новом политическом раскладе в Евросоюзе. Но это совсем абсолютно не вяжется ни со стратегическими интересами Евросоюза, ни со стратегическим видением нашего партнерства с Евросоюзом. Да, и возвращаясь непосредственно к Армении, мы знаем, что правительство Армении предоставляет статус беженцев армянам, которые добровольно прибыли из Карабаха. Лицам, которые решением кабинета министра будут помещены под временную защиту, статус беженца они предоставят позже. Итак, Армения насчитала там десятки тысяч армян, естественно, статус беженца предполагает, что они ожидают, мне кажется, многомиллионную помощь от иностранных инвесторов, что тем самым пытается добиться Ереван, с учетом того, что уже 10 тысяч карабахских армян даже покинули Армению. Они пытаются нажиться на этом, на этой ситуации, как думаете? Это, Даша, это, скорее всего, средство для ведения политических действий, вернее, политики своей, поскольку армяне, карабахские армяне, сегодня выступают в качестве такого инструмента для реализации этой политики, или же какого-то удобного инструмента, для того, чтобы показать, скажем, как плохо с ними поступил Азербайджан, насколько уязвимо положение Армении, вот эта помощь, эти все, скажем, ну это тоже, кстати говоря, традиционная политика Армении, просто выпрашивать у кого-то лишние средства. В данном случае подвернулся повод, еще один хороший повод для того, чтобы вот эти самые средства выбить. Но я думаю, что в любом случае все прекрасно понимают, что эти люди, которые переехали в Армению, являются гражданами Армении, по большому счету. Это армянское государство несет за них ответственность. У них всех паспорта Республики Армения, у некоторых паспорта других стран, они поэтому и уезжают, в частности в Россию многие уезжают, у нас также гражданство России. А какой же тогда статус беженца своему гражданину? Да, поэтому они, я так понимаю, что это армянские свои проблемы, это даже не наши проблемы, но они пытаются еще каким-то образом к нам это все, скажем так, с нами это объединить, в общий комплекс нерешенных якобы проблем после последних событий, они в этот комплекс эту тему тоже как пытаются имплементировать. И в результате получается, что такая непонятная ситуация, почему непонятная? С одной стороны они говорят о мирном перекрестке, с другой стороны они обвиняют азербайджан в произошедшем, с третьей они выбивают помощь для того, чтобы поддержать этих самых людей. Честно говоря, в большей степени это политика такая, не столько направленная на поддержку этих конкретных людей, сколько показать, насколько уязвимой оказывается Армения в этой ситуации, уязвимой с точки зрения безопасности и так далее, и обратить лишний раз на себя внимание, и таким образом какие-то политические дивиденды от этого имеете. Мне очень интересно, свой народ, правительство Армении никак поддержать не может в социальном и экономическом плане, чтобы они еще задумывались о карабахских армянах. У меня последний вопрос к вам, это касается предложения грузинской стороны, они предлагают нам снова площадку для переговоров под подписанием мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Ваш комментарий по этому поводу? Ну, это хорошее предложение, честно говоря, это даже, надо отметить предложение президента Азербайджана, Игам Алиева о том, что мы готовы участвовать в трехстороннем формате, и, конечно, Двилиси был бы очень хорошей площадкой для взаимодействия. Конечно, в данном случае абсолютно не может быть возражений против этого. Для нас всегда главным был текст мирного договора, что там будет написано, и насколько будут соблюдены нормы международного права в этом базовом документе для выстраивания наших отношений с Арменией. И поэтому, конечно, это конструктивное предложение. Мы, опять же, всегда выступали за трехсторонний диалог и внутри нашего региона. Твилиси – это удобная площадка. Ну вот, а сколько армянская сторона к этому готова? Они больше хотят на Западе. Что Твилиси – это не посредник, это не модератор. Твилиси – это одна из сторон трехстороннего кавказского треугольника. Поэтому здесь повестку готовит не Твилиси, а мы все сами определяем эту повестку. В данном случае, конечно, очень конструктивное предложение. Опять же, все дело за Арменией. Насколько она готова к этому? Ну, Армения больше хочет, чтобы все проходило на Западе, да, еще и при участии Франции. Чего, естественно, не будет. Мы об этом уже давали знать. Спасибо вам большое, Ильгар, за участие в итогах недели. Благодарю вас. Вам спасибо. Новую реальность в регионе Южного Кавказа мы обсудили с политологом, доктором философии по экономике Ильгаром Велизаде. Армения не только никак не решится на подписание мирного договора, но и активно ухудшает отношения с Россией, со страной, которая сделала для нее многое. За одиозные публикации в армянских СМИ в адрес Кремля, дипломатов и российских миротворцев, армянского дипломата в Москве вызвали на ковер. Ему и всей армянской общественности напомнили – безопасность Армении обеспечивают русские, а потому вести себя столь неблагодарно не следует. Указали на неприемлемость продолжающейся разнузданной антироссийской кампании в информационном пространстве республики, включая общественное телевидение, подконтрольные властями, средства массовой информации и телеграм-каналы. Я уверена, что армянская сторона понимает, о чем идет речь. Я имею в виду не только временного поверенном, которому были предоставлены соответствующие материалы, но и широкая общественность тоже. Взаимное недовольство усилилось после выхода в эфир программы на Первом канале куклы наследника Тутти Пашинян – предвестник беды. В связи с ней послу России в Армении была вручена нота протеста, так как по персоне Пашиняна прошлись от и до, даже отметив, что у армянского премьер-министра расстройство личности. У них общее мнение, что он, конечно, продался американцам, а американцы нередко делают ставку именно на подобного рода людей, скажем так, выведенных из психического равновесия. В Армении утверждают, что по отношению к России они всегда придерживались очень скромной риторики и никогда не проявляли себя в несоюзнической и непартнерской манере. А вот Москва, напротив, делает шаги, которые, мягко говоря, армянскому обществу не нравятся. Репортаж Первого российского канала далеко не первый случай. До этого было заявление МИД Российской Федерации о том, что мешает плохому танцору прямые оскорбления. Узу известных пропагандистов заявил спикер армянского парламента Ален Симонян, комментируя вызов посла России в МИД Армении и ноту протеста. Касательно того, что он назвал официального представителя МИД России какой-то секретаршей, Симонян ответил, что не видит в этом ничего плохого. Это было сказано в ответ на все происходящее. И я уверен, что российская сторона пытается что-то сделать из всей этой ситуации, но у нее плохо получается. Что ж, пусть они дважды подумают, прежде чем сделать что-то подобное в следующий раз. К другим событиям недели. В Казахстане сегодня общий национальный траур в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в Карагандинской области, в результате которой погибли рабочие. Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования казахстанскому коллеге, семьям и близким погибших, всему народу Казахстана, пожелал выздоровления раненым. Напомню, взрыв прогремел в шахте имени Кастенко в Карагандинской области накануне рано утром. В это время там находились 252 человека. На поверхность подняли 204, в шахте находились 46. Уже известно о 45 погибших. Сообщила о случившемся пресс-службе компании Арселор Миттл Темиртау, которой принадлежит предприятие. На место случившегося сразу отправился Касымжи Мартокаев. Я специально прибыл для этого. Это раз. Первое – спасательные работы. Второе – нам нужно сейчас определиться с количеством пострадавших, точным, нуждающихся в лечении. Третье – раз такая катастрофа случилась, мы окажем материальную помощь, финансовую помощь. То есть все семьи, которые так или иначе пострадали, ни в чем нуждаться не будут, я вам говорю. Если понадобится, создадим специальный фонд, я буду этим сам заниматься. Далее – меняем руководство предприятий. Далее – отказываемся от инвесторов. Сейчас будет предприятие переходить под управление национального, карстанского инвестора и так далее. Но меры будем принимать. За несколько дней до трагедии в Казахстане и за его пределами отмечали национальный праздник – День Республики. Поздравили дружественный народ и в Азербайджане. Посольство Казахстана в Баку провело торжественный прием. Побывала на нем и наша съемочная группа. Азербайджан и Казахстан объединяет тюркская идентичность. Обе страны вместе работают над тем, чтобы в регионе воцарились мир и процветание. Об этом в приветственной речи сказал посол Алим Баель. Он отметил, что за последний год темпы развития Казахстана-Азербайджанского сотрудничества ускорились. Прежде всего, благодаря доверительному диалогу между президентами двух стран. Отрадно, что дипломат вновь выступил на азербайджанском языке. «Мы свидетели очень важного года, потому что Азербайджан восстановил полностью свой суверенитет и территориальную целостность. За последний год наши отношения еще больше укрепились. Геополитическая ситуация в мире стремительно меняется, усложняется. Но, по моему мнению, такая ситуация наряду с рисками создает для нас большие возможности. Уверен, будущее за нами». Между покоя остановит широкий спектр сотрудничества. Стороны поставили задачу – довести товарооборот до миллиарда долларов. «Между сторонами есть достаточно большое количество проектов, которые только-только запускаются. Это и прокладка кабеля по дну Каспия. Очень интересный проект с большим потенциалом расширения и реализации аналогичных проектов с рядом других прикаспийских стран. Если мы говорим об энергетике, то в этом году начались транзитные поставки казахстанской нефти по Баку-Тбилиси и Джейхан. «Мы видим интерес, прежде всего, со стороны самого Казахстана к наращиванию грузоперевозок через Азербайджан». Министр энергетики Азербайджана Паврис Шакбазов, в свою очередь поздравив братский народ с Днём Республики, подчеркнул – политические отношения на высшем уровне дают возможность расширить экономическое партнёрство. Он пожелал успехов, процветания и мира дружественному Казахстану. «Солидарность в международных вопросах, стабильные доверительные связи укрепляют наши отношения во всех сферах, поддерживающие справедливую позицию Азербайджана на протяжении всего бывшего конфликта. Казахстан и сейчас вносит вклад в восстановление освобождённых земель. Строительство Центра детского творчества в городе Физули – ещё один показатель наших стабильных дружественных отношений». Официальная часть завершилась вручением от имени и по поручению президента Казахстана Касымжу Марта Тукаева государственных наград и почётных грамот деятелям Азербайджана. Среди них помощник президента Хикмят Гаджиев, азербайджанский публицист, сценарист и переводчик Нариман Абдул-Рахмалы, министр энергетики Парвиз Шахбазов и председатель правления Центра анализа международных отношений Парид Шафиев. «Очень близкие отношения в политической сфере, экономической. Недавно даже президент Азербайджана отметил особо роль Казахстана среди немногих государств, которые вносят практический вклад в восстановление освобождённых территорий. Поэтому здесь есть и символика, здесь есть и практические шаги. Ещё один момент, буквально на днях проводились Азербайджанно-турецкие учения, и на них присутствовали представители Казахстана. Я думаю, что были и у нас двусторонние недавно военные учения с Казахстаном тоже. То есть всё это показывает действительно, что отношения являются очень тесными. Во всей этой сложной геополитической обстановке, с севера, с юга, то, что мы видим очень напряжённую геополитическую борьбу, конфликты, важно, чтобы Азербайджан и Казахстан сохраняли внутреннюю стабильность и развивали свои отношения. Приём сопровождался этнографической выставкой. Гости мероприятия ознакомились со старинными предметами хозяйства и быта, одеждой, конским снаряжением, коврово-войлочными и другими национальными изделиями, отражающими многообразие традиционной культуры казахского народа. Также была организована тематическая фотовыставка с пейзажами Казахстана. С концертной программой выступили артисты Шенкенского городского театра оперы и балета. Были исполнены казахские и азербайджанские народные песни и танцы, прозвучали произведения известных авторов Казахстана и Азербайджана. Гостям также были представлены блюда национальной кухни и книги известных казахстанских авторов на азербайджанском языке. И в завершении выпуска о ситуации на Ближнем Востоке. Война, день 23. Израильская армия наращивает военное присутствие в палестинском анклаве и призывает жителей сектора бежать на юг. Кроме того, Израиль объявил о возобновлении работы еще одного водопровода, ведущего в газу. Тем временем, Хамас предлагает обменять всех гражданских израильских заложников на палестинских заключенных в израильских тюрьмах. В Израиле называют это предложение психологическим террором. На связь с нами должен выйти собственный корреспондент CBC из Израиля Роман Юнушевский. Мы ожидаем его подключения. Я пока напомню нашим телезрителям, что около 7 утра субботы, 7 октября, Террористические организации в секторе газы предприняли против Израиля комбинированную атаку, проникновение суши, моря и воздуха и массированный ракетный обстрел юга и центра. Были зверски убиты более 1400 человек. В ответ израильская армия начала операцию, получившую название «железные мечи». Тем самым продолжаем последние новости. Сегодня, в воскресенье, Израиль под сильным международным давлением, как я уже отметила, открыл вторую из трех водопроводных труб, по которым поступает питьевая вода в сектор газа и дал возможность увеличить поступление гуманитарной помощи в южную часть сектора через КПП Рафиах. По сообщению The New York Times, Израиль обязался пропускать по 100 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно. В правительстве подчеркивают, что Израиль не поставляет гуманитарную помощь в газу, об этом говорят в Хамас, а лишь позволяет делать это другим государствам. Но вот воду придется поставлять нам. Другого источника питьевой воды якобы в газе нет. И как сейчас мне сообщает наш режиссер, к нам подключился Роман Янушевский. Роман, здравствуйте. Добрый вечер. Какая сейчас обстановка, какие есть новости по освобождению заложников? У нас полыхает север. В Израиле ракеты, выпущенные боевиками Хезбаллы по городу Кирьят-Шмуна, который находится на границе, привели к прямому попаданию пожары в жилых домах. Но вроде бы никто не пострадал, потому что люди выполняют указания командования тыла и при сигнале воздушной тревоги прячутся в специальных убежищах, которых много на самом деле в подграничных районах. И вот это значительно сокращает количество потерь на израильской стороне. То, что граждане ведут себя ответственно и прислушиваются к этим указаниям. Помимо этого, у нас продолжается в районе сектора газа сухопутная операция. Уже получается двое суток. И сегодня количество сил, введенных на территорию сектора, увеличилось. Об этом сообщила армейская пресс-служба. И хотя официально это не та самая масштабная сухопутная операция, о которой говорится уже так долго, подчеркивается, что речь идет пока об ограниченных точечных операциях. Но, тем не менее, как мы видим, броневая техника, она уже находится на территории сектора двое суток. И есть различные кадры, которые поступают, как распространяются как в израильской армии, так и в баллистинских соцсетях распространяются. В общем, параллельно всему этому наносятся удары как из воздуха, так и артиллерийские, так и с моря. И, в общем, речь идет о очень серьезной операции. В последние дни жители поселков и городов, которые находятся рядом с сектором газа, сообщают о том, что у них просто дрожит земля под ногами, и в доме все трясется, потому что речь идет о использовании очень мощного оружия. Речь идет о северных районных секторах газа. И представители израильской армии, израильские политики многократно предупреждали местное население, чтобы оно немедленно покинуло эти территории, чтобы не пострадать. Роман, вот Хамас предлагает обменять гражданских лиц, заложников на политзаключенных. В Израиле об этом что говорят еще? Подробнее, пожалуйста. Я слышал несколько источников, которые связаны с ведением этих переговоров, и они говорят, что Хамас каждый раз начинает произносить подобные фразы, когда начинает припекать. То есть в тот момент это используется в качестве предлога, для того, чтобы оттянуть начало сухопутной операции, и для того, чтобы ослабить удары, наносимые израильской армией. Но при этом люди, участвующие в переговорах, говорят, что у них нет такого впечатления, что Хамас заинтересован в заключении подобного соглашения. Каждый раз звучат такие слоганы, такие заявления, но при этом не делается каких-то конкретных заявлений, в то время как Израиль ранее, наоборот, предлагал освободить всех заложников, например, и чтобы прекратить сухопутную операцию, и прекратить нанесение ударов. Однако в Хамасе отвергли это предположение. Как в Израиле сегодня реагирует на международное давление со стороны мирового сообщества, которое, кстати, не учитывает, что войну начал-то Хамас? Об этом почему-то многие забывают, но действительно это было совершенно неспровоцированное нападение, это был мегатеракт, в котором погибли более тысячи человек. Я лично был в кибуцах на границе с сектором газа, в закрытой военной зоне, куда пускают только журналистов. И я вам хочу сказать, это просто жуткое впечатление, видеть дома, в которых еще недавно жили люди. Видно, что это там не военная база. Просто семьи жили там, эти дома были уничтожены, там все в копоте, потому что боевики выкуривали людей из защищенных комнат, в которых те прятались, и специально поджигали огонь под дверью, чтобы шел дым, проникал туда. И были люди, которые погибали там, не отказывались выходить. Есть люди, которые выходили и расстреливали боевики. То есть это один из мощнейших терактов в истории Израиля. Даже на самом деле каких-то аналогий нет, просто такого никогда не было. И военная операция, она начинается в качестве ответа на то, что было. И в израильском руководстве говорят о том, что правила изменились. Концепции, которые использовались ранее, в надежде, что Хамас все-таки возьмет на себя ответственность, на себя ответственность за население палестинского сектора, сектора газа, и будет заботиться о гуманитарных нуждах. Эти надежды не оправдались. И Хамас, это организация, которая по своей идеологической... У нее свой идеологический вектор похож на тот же вектор, что и у исламского государства. То есть речь идет о крайне радикальной идеологии, которая маскируется под ислам. И где-то частично, может быть, какие-то моменты используются из ислама. Но это, на самом деле, разумеется, какое-то искажение. И если мы говорим про международное давление, то мы можем обратить внимание, что лидеры западных стран как раз открыто поддерживают Израиль, в первую очередь Соединенные Штаты Америки, но также и Франция, Испания, Франция, Германия, Италия и некоторые другие страны, в то время как протесты проходят нередко организованы как раз таки организациями, которые имеют отношение к Хамасу. И даже заявление, даже резолюция, которую приняла Генеральная Ассамблея вот пару дней назад с осуждением того, что происходит в Газе, Хамас одобрил ее и всячески поддержал, что многое говорит о том, что это за резолюция такая и с какими целями она принималась. Так что в Израиле сейчас очень такое двоякое отношение по поводу того, что происходит. Да, разумеется, в Израиле видят массовые протесты, которые проходят по всему миру. Даже нет, не по всему миру, а в отдельных странах. Сейчас внимательно все следят за происходящим в Дагестане с большой тревогой. И, конечно же, все это видно в том числе из Израиля. Но мы понимаем, что если речь идет о подобном совершенно не спровоцированном массовом убийстве, то я журналист, мне, наверное, неправильно называть такие слова, говорить такие слова, но речь идет об абсолютном зле. Потому что на что может быть похоже абсолютное зло, как не беспричинное убийство из ненависти, массовое убийство, просто ради убийства, ради уничтожения. Причем убивали настолько жестоко и специально делали все, чтобы, во-первых, причинить максимальный ущерб людям и максимальную боль. А, во-вторых, даже когда уже убивали, даже на насилие... Извините. Роман, я понимаю, да, это ваш... Вы гражданин Израиля, то есть вы имеете полное право выразить свое мнение как гражданина. У меня последний вопрос, кстати, к вам. Израильское общество сегодня, что говорит о ситуации? Им хотелось бы, чтобы все прекратилось или все-таки довести операцию до конца? Сейчас внутри Израиля очень серьезные споры по поводу того, как следует поступить. Здесь серьезная дилемма. Есть более 230 заложников, по неофициальным данным порядка 250, от трехмесячных детей до пожилых людей. И их судьба неизвестна. Но, скорее всего, большинство из них до сих пор живы. И, естественно, семьи этих людей, они оказывают давление, требуют, чтобы правительство как-то вмешалось и всячески способствовало их освобождению. И в Израиле действительно, хотя напрямую не участвуют в переговорах, там участвует все-таки Катар и при участии США и Египта. Но, несмотря на это, по всей видимости, какая-то координация с переговорными группами существует. И в Израиле понимают, что у Хамаса нет серьезных намерений о том, чтобы, по поводу того, чтобы отпустить этих заложников. За все время было отпущено всего лишь 4 человека, 4 женщины. И в Хамасе тянут время, предлагались им самые различные варианты от разрешения ситуации. Но мы видим, что это всего лишь используется как повод для того, чтобы отодвинуть военную операцию. И в то же время военное руководство и политическое руководство настаивает на том, что подобная операция необходима, потому что в такой радикальной группировке, как Хамас, могут понимать только силу. Это единственный рычаг. Воздействие на нее без применения силы невозможно будет освободить заложников. При этом министр обороны Юаф Галлан, который сегодня встречался с родственниками похищенных, сказал прямо, что освобождение заложников – это крайне важный фактор, который постоянно учитывается, в том числе в проведении военной операции на территории сектора газа. Да, там делается все возможное, чтобы избежать, или как минимум минимизировать потери среди гражданского населения. Но, естественно, к сожалению, будут потери мирного населения с обеих сторон. И, тем не менее, проведение подобной операции – просто необходимость. И это может стать одним из рычагов, который, возможно, как-то повлияет на позицию Хамаса и позволит освободить хотя бы часть заложников. Я напомню, еще неделю назад в New York Times был опубликован материал со ссылкой на источники, которые информированы и принимают участие в переговорах, что может быть освобождена группа из 50 детей, женщин и стариков. Но и воз и ныне там, то есть все делается для затягивания времени. Пока что серьезных намерений со стороны Хамаса освободить заложников в обмен на какие-то поблажки, поступление гуманитарной помощи, прекращение огня или чего-то другого мы не видим. Речь идет о том, что просто тянут время и заговаривают зубы. Будем надеяться на то, что все-таки дело сдвинется с места и освободят заложников. Спасибо вам большое, Роман, за то, что подключились, за то, что рассказали о ситуации в Израиле на данный момент. Спасибо большое. Я напомню, на связи с нами был собственный корреспондент Сибиси из Израиля Роман Янушевский. Это были самые значимые события этой недели. Чем запомнится следующее, смотрите, как обычно, в воскресенье в 21.00 на телеканале Сибиси. Берегите себя и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова